Пока снега в Севастополе нет, сказочным персонажам пришлось сменить сани на автомобиле Победа. Деды Морозы со всех районов города съехались в резиденцию на восстановленных ретро-автомобилях. Я настоящий Дед Мороз! Я вам свести принес, что Новый год уже в дороге и скоро будет на пороге. Вы чудо ждете? Да! Такая большая компания у тебя! Здравствуйте! Дед Мороз из Гагаринского района. Ты привел с собой и снегурочку, и газу. Видать, хорошая зарплата у тебя? Конечно! Я вас всем приглашаю в тростный зал. Ура! В тронном зале дети смогли пообщаться с понравившимся Дедом Морозом и отправить письмо по новогодней почте. В этом году в резиденции Деда Мороза много нового. Открылись дополнительные залы, появилась новая культурная программа. Южная резиденция Деда Мороза состоит из тронного зала, почты Деда Мороза, зала Снегурочки, теплый зал, в котором проходят все массовые мероприятия, и музей Дедов Морозов. То есть там выставлены экспонаты, которые собирались очень много лет от разных коллекционеров, собрали игрушки различные, куклы Деда Мороза. Открытие Южной резиденции запустило целую череду праздничных событий, которые будут проходить в городе до Старого Нового Года. Поздравляю всех детей с наступающим праздником и хочу сказать им, что кто еще не написал мне письмо, есть еще время это сделать, в котором можно рассказать о своих достижениях за целый год и о подарках, какие они хотят получить накануне Нового Года. А родителей наших детей я хочу особенно поздравить, потому что наш город будет праздновать первый Новый Год в Российской Федерации.